Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как и всегда, прошу уделить несколько минут вашего времени, чтобы вместе со мной подвести итоги вчерашнего торгового дня и посмотреть на события, где идущие. Пятница у нас, по сути, только развивается. Важные отчеты у нас впереди. И первое, на что сегодня нужно будет обратить внимание, это на выступление председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Хотя вы наверняка уже прекрасно, не хуже меня можете отметить, на что в целом мы можем рассчитывать по факту его риторики и речи, какие сигналы он может подать и будет ли это каким-то серьезным бустом для европейской валюты. Я думаю, что такие, хоть и плановые, но встречи, которые не должны еще в большей степени прояснять картину по монетарной политике, потому что эта встреча и эта конференция не приурочена каким-либо принятым решением Европейского центрального банка. Это просто обрисовывание, опять же, о текущих действиях, которые проводятся регулятором и констатация тех известных тем фактов, о которых мы с вами говорим по поводу статистики, по поводу того, что усилия Европейского центрального банка, направленные на достижение оптимальных показателей экономического роста и цели по инфляции, они по-прежнему приносят свои плоды, но миссия ИЦБ еще не выполнена. Риторика Драги в целом не меняется, и я думаю, что точно не изменится минимум до конца первого квартала 2018 года. И даже когда у нас в конце этого периода будет возможность снова пересмотреть свою оценку и видение тех действий, которые будут отниматься в дальнейшем Европейским центральным банкам, я уверен в том, что мы все равно будем рассматривать потенциальные изменения не как сторонники жесткой мультивной политики, а как реалисты, ссылающиеся на то, что раз многие обозначенные цели еще не достигнуты, задачи не выполнены, будем говорить также про скромные значения индекса потребительских цен, это все позволит нам и дальше спекулировать на мягкость экономической политики, даже несмотря на то, что объемы покупок облигаций сократили вдвое. Вы помните, что посыл о важности удержания ставок на низких уровнях, он был в прошлый раз воспринят рынком как серьезный медвежий сигнал, и мы чуть-чуть не добрались до планки в 1.15. Сейчас нам остается уповать только на доллар. Из других событий, цель, внимание, сегодня канадец, в 16.30 у нас будет возможность с вами прогнозировать статистику по инфляции. Это крайне важный показатель для канадского регулятора, для канадской экономики и для всех трейдеров, которые спекулируют этим активом. Потому что любой сигнал того, что инфляция по-прежнему испытывает влияние определенных дефляционных сил, скажем так, это будет подтверждением того, что прошлыми решениями Банка Канады, я имею в виду последние два решения по росту процентных ставок, явно наломал дров и создал еще больше препятствий для экономики. Все было хорошо, экономический рост был выше средних прогнозов, которые мы видели со стороны Банка Канады в начале, собственно, 2017 года. Но вот, собственно, летнее решение по росту процентных ставок и решение, которое было в сентябре, свело весь этот позитив в моменте к минимуму. И сейчас, если прежние прогнозы о скептиках, о том, что рост процентных ставок и укрепление курса национальной валюты окажет серьезное давление на индекс потребительских цен, мы сегодня это и увидим как раз по статистике, будем четко знать и понимать, как работать с канадцем дальше. Забегая вперед, хочу сказать, друзья, что вероятность снижения индексов потребительских цен крайне высока. А значит, сегодня вы должны быть готовы к тому, что под закрытием недели на канадца окажут серьезный прессинг и, в частности, пара USDCAD с текущих уровней, которые у нас находятся на отметке 1.27.28, будет претендовать на то, чтобы закрепиться выше планки 1.28. Ну и, конечно же, еще один важный отчет, который сегодня тоже будет публикован в ходе торговой сессии. Это уже под закрытие дня в 20.00 по московскому времени. Отчет будет интересен тем трейдерам, которые спекулируют о нефти, потому что речь пойдет о статистике Baker Hughes. Ну, собственно, давайте чуть подробнее здесь остановимся на нефтянке, тем более, что этот акте ведет себя так, как должен себя вести, с учетом той картины, которая сложилась. И для нас, фундаменталистов, когда сходится, скажем, фон информационный и реакция актива, то есть никаких парадоксальных движений, никакой непредсказуемости, никаких лишних вопросов, это то, что подкрепляет веру в влажности именно фундаментального анализа и веру в то, что прежние, опять же, наши с вами позиционные трейды, которые мы проводили по нефти, они тоже были основаны на оценке фундаментальной картины, и мы всегда обзвешивали и позитив, который на рынке присутствовал, и негатив. И пришли к выводу, в принципе, уже давно, не только сейчас, что короткие позиции, они имеют гораздо больше потенциала прибыли, нежели чем, опять же, занятия сейчас спекулятивных длинных позиций в расчете на то, что впереди поседание ОПЕК 30 ноября, и что-то может быть очень интересное. Скажем, попытать удачу в длинных позициях можно, но нужно изначально подходить к этим длинным позициям с осознанием того, что рост, если и последует, он будет крайне ограничен. А вот что касается открытия коротких позиций, здесь горизонты, ну, они практически даже не просматриваются, потому что мы можем сейчас коснуться планки 60 долларов за баррель, мы можем дальше замахнуться на поддержку 55 долларов за баррель, и мы можем уже ориентироваться на те уровни, на которых видели уже нитянку в этом году. И сравнивая, опять же, новостную картину и те причины, которые обвалили нет, скажем, в начале 2017 года с той новостной картиной, которая сложилась сейчас, я думаю, вы со мной согласитесь, то, что сигналов для медвежьих на текущий момент больше даже, чем было в начале 2017 года. Поэтому советую быть крайне предпосмотрительными, крайне осмотрительными к занятию длинных позиций. Я рекомендую рассматривать нитянку только с точки зрения села, а только с точки зрения продаж. Вчерашняя торговая сессия у нас снова движение вниз, 61.35, это Клосса, четверга 61.17 сейчас давление на нефть оказывается на азиатской сессии. Думаю, что если статистика Бейкер-Хьюс по количеству нефтяных терминалов нас снова порадует, как медведей, то есть мы увидим еще один релиз и неделю кублический роста, то тогда, как и в прошлой неделе, у нас будет весьма интересное закрытие пяти полноценных торговых дней. То есть закрытие, связанное с всплеском волатильности, большими объемами торгов и направленности трейда. Поэтому 60 долларов за баррель, что-то остается, чуть больше доллара, даже в процентном выражении, получается это меньше 2%. Для нефти ничего не стоит пройти в такую небольшую, короткую дистанцию с учетом хорошей фундаментальной поддержки. Сейчас, друзья, снова я хочу повториться то, что на рынке нефти есть два основных информационных фона. При этом информационный фон для оптимистов, он касается предстоящей встречи в Вене нефтелебывающих стран. И я считаю то, что раз рынок уже меньше обсуждает эту встречу, это связано с тем, что даже продление до конца 2018 года уже было дисконтировано в стоимость актива. И основной дисконт и вот эта премия, которая была отражена в стоимости проекта WTI, был зафиксирован, собственно, еще на прошлой неделе, когда мы достигли вот этого пика локального экстремума, по совместительству еще максимума больше, чем за 2,5 года. Сейчас рынок уже полностью сфокусировался на статистике США, потому что Соединенные Штаты Америки, ну, буквально всем, чем только можно, дают понять, что они претендуют на не только расширение собственной экспансии присутствия на глобальной арене, они претендуют даже на лидирующую позицию по добыче нефти. И судя по тем прогнозам, которые мы получаем на протяжении последних двух недель, сланцевый бум, он продолжает развиваться в Штатах. И вы помните доклад ОПЕК о том, что добыча сланцевой нефти в США в ближайшее время повысится гораздо существеннее прогнозов, больше, чем на 56% прогнозы были увеличены. Пик по добыче придется на 2025 год. Я думаю, что там уже точно показатель по добыче будет свыше 10 миллионов. Мы помним более скорые, более близкие горизонты анализа. Это предстоящий месяц декабря, когда администрация аналитической информации спрогнозировала рост добычи на 80 тысяч. А мы ежедневно работаем со статистикой по запасам по объему добычи. Так вот, не забывайте, что буквально позавчера у нас была опубликована статистика по объему добычи за прошлую неделю. У нас очередной прирост больше, чем на 20 тысяч. И сейчас мы уже работаем с показателем по добыче в 9,64 миллиона баррелей в сутки. Штаты тянут на себя вот это одеяло сверх, производство сверх предложения. И единственное, что заставит меня отказаться от такой святой, простите за выражение, убежденности в том, что нефтянка будет осыпаться вниз, это то, что ОПЕК 30 ноября принимает решение о еще большем сокращении объема добычи, еще большем снижении квот. Если это решение будет, тогда, конечно же, эта программа максимум по позитиву, которую только можно будет отработать и отыграть, и нефтянка может, опять же, воскрять духом. Но вероятность этого крайне низка. Поэтому сейчас только лишь говорим об альтернативности этого сценария. И по-прежнему смотрим за статистикой. Ждем сегодня Baker Hughes, ждем прироста на 2,5 единиц нефтяных платформ. Ждем, соответственно, еще больших показателей добычи на следующей неделе. И ждем закрепления бренда ниже 60 долларов за баррель. 59,63 – это котировки пары доллар-рубль. При сохранении нисходящей динамики рубль уверенно закрепится и обосновится выше отметки 60. То есть новых водных у нас пока что нет, друзья. Но единственное, что приближается к налоговому периоду, локальная поддержка для российской валюты посредством спроса на рублевую ликвидность, конечно же, будет. Но это несколько, по сути, дней потерпеть придется. И это не так уж и много. Потом снова ждем более высокие значения, новое сопротивление по паре доллар-рубль. Напоминаю, что под конец этого года у нас с вами ретир 62-63. Доллар японская, иена. Вот американец лично меня, ну я надеюсь и думаю, что те, кто также параллельно ставит на укрепление доллара, разочарован в последние дни. Потому что выходят отчеты фундаментальные, которые можно использовать для того, чтобы пересмотреть рыночные ожидания относительно перспективы ужесточения политики. То есть вероятность повышения процентной ставки в декабре, она растет практически с каждым днем, с каждым отчетом. Вчера у нас два релиза, это заявленные пособия по безработице, прирост по обращениям 10 тысяч, то есть 249 239. Но я, как и всегда, обращаю ваше внимание, что здесь нужно зрить корень и видеть тренд статистики. Не нужно подать в какую-то панику из-за того, что раз увеличилось количество обращений, значит рынок труда испытывает трудности. Это сезонная, скажем, динамика, даже сезонно не совсем правильное слово. Это обычная статистическая погрешность, составляющая, когда даже на входе наличия серьезного прогрессирующего тренда периодически возникают откаты. Это так же, как и в движении любого актива, друзья. Вы понимаете, что рынок не может неуклонно двигаться в одном направлении. И происходят, опять же, коррекции, которые, зачастую, даже ни с чем не связаны. То же самое и на рынке статистики. Никаких формирующихся трендов ухудшения ситуации нет и в помине. Рынок труда улучшается, прогрессирует, поэтому только с этой точки зрения на него и нужно смотреть. Промышленное производство здесь еще более серьезный рост. 0,9% против кружки, 0,4%. И доходности американских трежерис начали даже на этом пони расти, но доллар не выточили все равно. Видимо, американец нуждается в дополнительном фундаментальном драйве. Даже не знаю, что сейчас для него это может выступить. Могу предположить, что это уже следующее голосование в Сенате по налоговой реформе. Точную дату, правда, друзья, пока не назовут. Вчера, кстати, состоялось голосование в Палате представителей. Новую редакцию законопроекта приняли. Сейчас трейдеры фокусируются уже на том, что будет с голосованием в Сенате. Две фракции партии и считается, что там могут возникнуть трудности с принятием отдельных положений. Как на это будет реагировать доллар, непонятно, потому что не совсем ясна даже вчерашняя позиция американца на факты прошедшего голосования. Следующая неделя будет сопряжена с появлением еще новых источников роста для доллара. Помимо того, что это будет неделя, которая приблизит нас к декабрьскому заседанию, это будет неделя, которая связана с еще одним блоком статистики США, и еще нас будут ожидать протокола последнего заседания американского регулятора. Ну, если спроецировать то, что мы слышали по факту этого заседания, на то, что могло бы быть обозначено в протоколах, здесь прямая причинно-следственная связь, поэтому я думаю, что мы получим исключительно жесткие комментарии, и они будут свидетельствовать о том, что вероятность повышения ставки перевалит за 90%. Хотя я думаю, что мы уже можем говорить об этих показателях в декабре, ставку. Я практически не сомневаюсь, лишь небольшие грамотчики процента того, что что-то пойдет не так, и ФРС удивит всех отсутствием решения. Скорее всего, ставку, конечно же, повысит, и судя по текущим котировкам американца, он еще не настолько в высоких ценовых позициях, чтобы говорить о том, что это решение дисконтировано в стоимость. Поэтому ждем, что ралли доллара продолжится. Текущие котировки доллара японской иены на отметке 112.54. Полсотни пунктов мы потеряли за время вчерашней торговой сессии, потому что вчера говорили о сопротивлении 113. Но пока на рынке ситуация не настолько удручающая, чтобы можно было говорить о существенном полноценном развороте доллара. Евро против американца. Евро получило поддержку на слабом долларе. И еще на данных по инфляции, которые совпали, в принципе, с прошлой оценкой. В годовом выражении на спотребительские цены 1,4%, против прошлого тоже 1,4%. Что касается месячного прироста, 0,1%, тоже в соответствии с прогнозом, который был обозначен на этом самом уровне. На евро сейчас самое прямое влияние может оказать доллар. Если мы придерживаемся позиции того, что доллар еще не стоит списывать со счетов, я думаю, что и верить его в дальнейший рост евро тоже нужно с крайней предусмотрительностью. Фунт против американца. Друзья, здесь мы получили массу позитива, который тут же был отыгран фунтом и продолжает поддерживать этот актив и сейчас. Вы помните, что по фунту мы не сомневались, что рост последует, и этот рост может завести пару в район 1,34%. До этого сопротивления мы еще не достигли. Котировки 1,3227 сейчас. И что же стало причиной буста? Я все-таки считаю, что основная причина накроется в том, что рынок верит в большее количество шагов и действий со стороны Банка Англии по разношению политики. Но если говорить более приземленно, к непосредственно тому, что случилось вчера, стоит отметить комментарии премьер-министра Англии Терезы Мэй, которая сообщила о том, что Англия готова обсуждать возможности увеличения так называемых отступных за выход из состава Европейского Союза. Это часть фискальных и налоговых обязательств, которые Еврогруппа и Европейский Союз требуют погашения от Англии. Статистика по розничным продажам в соответствии с прогнозами лучше, чем прогнозы, поскольку у нас в годовом выражении спад на минус 0,5%, прогноз был по два раза снижение, минус 0,6%. Что касается месячного показателя, здесь рост до 0,3% и трейдеры тут же отреагировали на это позитивом. Стоит еще отметить комментарий Карни, который, видимо, тоже склоняется в пользу того, что Банк Англии вынужден будет чаще вмешиваться в политику. Собственно, дал интервью, в ходе которого намекнул на возможность повышения ставки уже в следующем году. Я напоминаю, что раньше таких намеков не делалось. Карни ранее отметил лишь то, что до 2020 года ожидается 3% и 3% и сейчас у нас сроки уже приближаются, и мы продолжаем все-таки ставить на то, что потенциальные изменения вот этого монетарного курса политики, оно будет оздоравливающим и должно быть таковым для национальной валюты. Мы не ждем каких-либо немыслимых уровней, там 1,40 или даже выше. Нам нужно пока что добраться до планки 1,34, а потом мы с вами будем офокусироваться на прогрессии и на переговорах по поводу Brexit и уже следить за фоном по этому, как я люблю отмечать, бракоразводному процессу Англии и составу Европейского Союза. И в зависимости от тех новостей, которые будут поступать, уже будем принимать решение, как торговать британцам дальше. Друзья, также хотел еще отметить пару доллар-франк, потому что мы снова идем на паритет, при этом здесь стоит объяснить, что восходящее движение, по идее, если это доллар-франк, значит растет доллар, немного не вяжется с тем фундаментом, который был вчера и с реакцией доллара. Доллар у нас в целом слабел. Здесь причины роста кроются во вчерашних комментариях одного из представителей Национального банка Швейцарии, который снова повторил то, что политика Национального банка Швейцарии будет основываться на отрицательных процентных ставок. И, как и всегда, любимая фраза Джордана, которая возглавляет Национальный банк Швейцарии, курс франка переоценен. Это тут же привело в движение и, соответственно, пару евро-франк и доллар-франк, потому что франк отреагировал на это, соответственно, аналогичной слабостью. Дальнейшие ориентиры, ну, как минимум паритет. У нас в идеале бы добраться до отметки 1.02, но чтобы забраться выше прийти, то здесь без поддержки доллара не обойтись. А поддержка для доллара, она вроде бы как и есть на рынке, но сам американец не очень торопится ее отыгрывать. Возможно, ситуация изменится на следующей неделе. Друзья, на этом все. По событиям разобрались. В 11.30 ждем драги выступления. В 16.30 статистику по Канаде рассчитываем на то, что Канадец сегодня очень серьезно просядет. В 20.00 статистика Бейкерфьюз по количеству нефтяных терминалов. Как и всегда, встречаемся снова в понедельник в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Разбираем все, что случилось за текущую торговую сессию и смотрим на события грядущие. Также в 16.30 пройдет в понедельник вебинар, который будет еще раз повторением, опять же, всех событий минувшей недели, где мы разберем реакцию активов на то, что мы увидели по статистике и на прочий фундамент и новостной фон, и попробуем построить в качестве плана цели поставить на неделю по основным валютным активам. На этом все. Хороших вам выходных. Ни в коем случае не теряйте бодрое расположение духа. Если какой-то актив подвел на этой неделе, уверен, что у нас следующий нам уже подфартит. Поэтому с таким настроем нужно будет, скажем, перекручевать через субботу и воскресенье. Жду вас в понедельник с хорошим настроением и снова возвращаемся к старым добрым спекуляциям и к бою с новостным фоном на площадках. Всего доброго. До свидания.